СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН СТРОЙМАРКЕТ Под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения въехала в служебное авто УАЗ «Патриот», который стоял на месте. В этой аварии пострадал водитель легкового авто. Всего же за сутки в округе зарегистрировано 14 ДТП. И снова мошенники не дают спокойно жить, но в урингойцам страдают, как всегда, самые доверчивые. Так, одна из горожанок в соцсети заказала одежду, перевела предоплату за товар, но желанных новых вещей девушка так и не увидела. И при этом лишилась с пяти с лишним тысяч рублей. По той же схеме объединил почти на 20 тысяч другой новорингойц, который пожелал приобрести через интернет игровую приставку. Еще одна доверчивая жительница города разместила в сети объявление о продаже плиты. Ей позвонил аферист и пообещал перевести задаток, отправил женщину к банкомату, где она под диктовку вводила разные комбинации. После чего с ее карты списали более 30 тысяч. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В Ноябрьске осудят мужчину, который 23 года скрывался от суда и следствия за совершенное им убийство. В сентябре 1996 года мужчина избил и задушил проводом своего друга. В тот же день он на попутках уехал в Сургут, а затем пересек границу и скрылся в Украине. Задержать фигуранта уголовного дела удалось лишь в мае этого года. При допросе мужчина рассказал, что он вернулся в Россию, вел затворнический образ жизни и в государственное учреждение не обращался. Сейчас его ждет суд. Мужчине грозит до 10 лет заключения. Отмечу, что судить его будут по закону, который действовал на момент преступления, а это 1996 год. Ямалец настолько сильно хотел выпить водки, что вооружился гвоздодером, чтобы ее получить. За это мужчина пойдет под суд. Все произошло в ноябре 2018 года. Тогда в селе Только Красноселькубского района выпивал местный житель. В один момент у него закончилась выпивка, и он пошел к знакомому, чтобы раздобыть водки. Постучав в дверь и получив от хозяина квартиры отказ, он сходил за гвоздодером и выломал им замок, чтобы попасть внутрь. Успокоить мужчину удалось только прибывшим на место происшествия полицейским. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину ждет суд. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Магазин «Строймаркет» теперь и в новом Уренгое. Приходите к нам. У нас огромный выбор. Двери, обои, полы, плитка, сантехника. В общем, все для ремонта. А самое главное, любой товар можно купить в рассрочку. Город Новый Уренгой. Микрорайон «Монтажник-63». Телефон 91-71-29. «Строймаркет». Ждем вас в гости.